Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ага, и расстреливать нас не надо Как и то не надо Я об этом как-то не думал А, пес с вами Не надо так не надо Живите Петька, откуда ты эту фотографию-то взял? А я ее, Василий Иванович, у Дарминоши выменял На кораблик Хех, молодец Почитай, спас нас от верной гибели Рад стараться, товарищ комдив Товарищ комдив Может, это, транспорт возьмем? Телегу, что ли? А что, можно? Запряжем тебя в нее и поедем А почему это меня? Ну так лошади же у нас нет Или ты мне, красному командиру предлагаешь Вместо лошади? Да Это я как-то неподумавши предложил А у тебя, Петька, по-другому и не бывает Дряхлая испушка какая-то, Василий Иванович Не то слово, Петька Да еще и гнилая В каком смысле? В идейном, Петька В идейном Чуть к стенке с тобой не угодили, товарищ комдив Ну и это дело поправимо, Петька Всегда можно исправить Хочешь? Не-не-не, спасибо Я это дело плохо переношу Ну, не хочешь, как хочешь А то когда еще случай представится Ну вот, скажи мне, мама Почему этот мир такой жестокий? Неужели нельзя сделать так, чтобы... Ну, как бы... Что... Слыхал, Петька? Человек-то оказывается философ, а с виду палач палачом Тоже мне философ Сидит, сам с собой разговаривает Эх, Петька, и ничего-то ты в философиях не смыслишь Как служба, Маруся? По мамке я скучаю Очень я ее любил, мамку мою Ну, ну, не надо Все образуется Дитя-дитя Ага Дитя с обрезом Все равно, что бомба с включенным детонатором Это да Пройти-то можно? Можно Идите А в спину стрелять не станешь? Хе Если я выстрелю Ты ужасно об этом уже и не узнаешь Хе-хе-хе Да ладно, иди, не бойся Не стану я стрелять Хе-хе Эх ты Ну да, я тебе Опотека, а Кто это там, Василий Иванович? То же самое могу у тебя спросить Эй Там наверху Чего орет? Кто там? Чего надо? А ну Уйди от этого А то стрелять Хе-хе Не достанешь А ты, Печка, не язви А то первой пулю в лот получишь Эй, погоди там стрелять Свои мы А мне Что свои? Что они свои? Все равно Кого стрелять? Я это Нейтралитет Держу А ты вообще Кто такой? Можен я Мама Можен Зазор я оттуда Держу У этого Эти У телескопа Зазор мне тут Эх А вздыхаешь ты чего? Можен Так жрать охота А сменят меня или не сменят Неизвестно Иди тут жди У вас и харчей с лучи Нету На тебя паёк не получали Опять ты, Петька, язвишь Человек там, можно сказать С голоду подыхает А ты? Хлопцы Вы мне принесли что-нибудь пожрать, а? Ну, хотя бы салышенка, что ли А я вам, ну, это как Её бишь Господи, о В телескоп глянуть Позволю У меня тут такая техника стоит Все окрестности, видать, как на ладони А окрестности, да? О-о-о-о, какие Ну, что Принесёте, а? Ну, что, Петька, хочешь на кругу взглянуть? Да не мешало бы в обстановке разобраться Вот и я думаю, что надо Поэтому придётся нам с тобой харч добывать для кожи Ничего, добудем не впервой Ну вот, узнаю бравого бойца Петруху Ой, смотри, Василий Иванович Кандалы на стенке висят Да есть немного Не бойся, Пётр Кандалы с нас революция сбросила Спасибо ей, товарищ комдив Послушай, Маруха, а можно нам что-нибудь из твоего арсенала на память? Можно Можно Берите всё, что захотите О, ну, спасибо Бери, Пётр, пригодится Хотя я передумал Мне эти инструменты ещё самому понадобятся Так я уже Молчи, Петька Что упало, то пропало Нарыли тут, понимаешь, оврагов Не пройти, не проехать А на чём ты ехать собрался, Василий Иванович? Глупый ты, Петька Фольклора русского не знаешь Пословица я такая Я, товарищ комдив, боец, а не фольклорист Так что мне, простительно Ох, Петька, вот кончится война Подучим тебе Василий Иванович, а как же мы на ту сторону перейдём? Мост надо класть, Петька, это же чужу ясно А без моста никак? А без моста, Петька, никак А помнишь, товарищ комдив, как мы с тобой во враге однажды прятались? Это когда за врагом следили? Нет, когда в прятки играли Нет, ты, Петька, играл Я врага наблюдал Чтоб, значит, далеко не ушёл А, ну-ну Чё-то как-то гадюки напоредело, Василий Иванович Ты не заметил? Вот на этом месте раньше домов пять стояло, а щас один Да, бежит народ, Петька Все в город хотят податься А шо там в городе том делать? И не говори В деревне картошечка своя и сало, самогон опять же А вот про самогон, Петька, забудь Теперь мы с тобой будем вести трезвый и здоровый образ жизни Особенно на селе Высока, вышка-то Хех, на то она Петька и вышкой называет что? Высокая Понимаешь ты это? Понимаю, товарищ комдив, не дурак же Ну, с этим я, конечно, мог бы поспорить, но не буду Потому как... Потому как всё равно проспоришь Хе-хе Это ещё что за чучел тут стоит, а? А это, Василий Вадыч, Дармидоша Ну, тот, который на крыше живёт Помнишь, я тебе рассказывал? Я у него ещё фотокарточку Барусиной мамки на кораблик сменял Ах, вот оно что Ну, иди, знакомь меня с этим дикарём Стой, кто идёт? Да свои, свои, помнишь меня? А, это ты? Хе А говорил, что сиротка А у тебя, вон, папка есть Да это не папка, это товарищ Чапаев, Василий Иваныч Я за тебя, Петька, как отец родной, а ты отрекаешься Нехорошо О! А я вот тут стою, охраняю Это что же ты тут охраняешь? Поход охраняю Там за забором, такое, такое Но я вас не пущу Потому что меня охранять назначили и Вилерий никого не пускать Вот И кто ж тебя поумудрился назначить И, а я сам себя назначил Вот стою и охраняю Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Петька, что это с ним? Не обращай внимания, товарищ комдив Он, по-моему, в развитии отстаёт Лет на сорок Дурачок, короче Ну, теперь мне ясно, почему вы с ним нашли общий язык Послушай, Дармидоша Чего? Пропусти нас А нам с Василием Ивановичем очень надо Зачем, Петька? Не знаю, товарищ комдив Но уж больно хочется узнать, что там такое за забором Не могу Приказ у меня никого не пускать Так что не обижайтесь Ты бы сходил, пообедал, что ли Не могу, мне пост бросать нельзя А мы с Василием Ивановичем покараулим, чтобы никто не вошёл Ай, хитренький Я уйду, а вы за забор пройдёте Нет, я так не играю Вот Петька дурак дураком, а умной раскусил твой замысел Да уж Да так, ничего Эх, Василий Иванович, нам бы с тобой автомобиль А то мы что-то всё пешком да пешком А ты и водить, Петька, умеешь? Ну, как тебе сказать? Вот и я нет Так что оставь эту затею, Пётр Ничего у нас не получится Жаль Кабак, кинь, грусть Звучит красиво, Василий Иванович Ещё бы Для заманивания клиента Петька и не такое выдумают Но нас красным словцом не купишь Правда, Пётр? Ну, вообще-то да В смысле, так точно, товарищ комдив Хотя никто и не пытался Что-то знакомая рожа у этого товарища, Петька, ты не находишь? Да нет, первый раз вижу Товарищ, мы с вами раньше не встречались нигде? Может и встречались, а может не встречались Федюкин я, командир красноармейца Ну, наконец-то, свои, Петька Бывший, а вот теперь у бачки Филина служу В бандитах Тьфу! Ну и что? Надо же было куда-то податься Не под трибунал же идти А за что под трибунал-то? Да ерунда Ну, подумаешь, кассу полковую растратил Ну, с кем не бывает Я даже прощения попросил А они Нет, брат, трибунал по тебе плачет Ну, я дожидаться, конечно, не стал Вот еще Буду я трибунала дожидаться Слинял по-тихому Пусть сами там разбираются Эй, мне стыдно тебе, Федюкин А что мне стыдиться? Мне стыдиться нечего Но меня, можно сказать, только теперь и жизнь началась Живу в сласть, меня никто не трогает А вот правда с куревом туговато Махорочка закончилась А я долго без махорки не могу У вас часом закурить нет чего? Да я тебе, врагу народа Не то что закурить Я с тобой разговаривать не хочу Зря Я ничего противозаконного не делал Никого не предавал Ты бы на моем месте так же поступил А закурить дали бы Чего ж лобиться-то? Я бы вам за это ничего не пожалел Вот гармошку Гармошку бы даже свою пожертвовал Дадите? Ничего мы тебе не дадим Ты, дядька, с горяча не решай Гармонь-то поди Хорошая пригодилась бы Я, Василий Иванович, с этим дезертиром Дело иметь отказываюсь А ты как хочешь И сам он дезертир И гармонь у него ворованная Как пить-то? Смотри, Василий Иванович Человека в тюрьму посадили Ну какая же тюрьма, Петька? Это же кабак А че он тогда за решеткой сидит? А вот мы сейчас у него и узнаем Эй, любезный Вот только не надо так кричать Это еженый каждый так кричит То все окрестные петухи оглохнут А при чем здесь? И уже же мы с вами заговорили О защите предстательцами Не заводки его золотой зуб А это заведение, которое вы имеете Честь лица грех, мой личный кабак Так ты что, хозяин этого кабака, что ли? Что вас удивляет? У петейного заведения Обязательно должен быть хитер Так почему это не могло быть хитер? А в подвале-то почему сидишь, хозяин? Да, почему? И на это таки есть своя причина И причину это зовут Это маостров Оккупировал интервент Моя собственность Обвиняет меня в краже какой-то папай А Фига сроду никогда чужого не брал Я, ежели хотите знать Даже о пиво не разбавляю Ну-ну, охотно верю И вот теперь этот людоед-труг Сидит в моем кабаке И стреляет в каждого, кто туда питается в антик Всех клиентов разогнал Шо делал? Не понимаю Слушай, фига Внимательно И давно ты здесь сидишь? А почетай со вчерашнего вечера еще А вы думали, молодой человек Мне так легко живется Редкий прохожий сдержится Чтобы не бросить камня в охород здоровой копейки Мою жизнь я бы не пожелал даже в рабу У тебя, случайно, сало нету? Да вы что? Если Фига хорошо поищет Он найдет сало? Отлично Веси сюда Это не так просто, молодые люди Мое сало там, где сейчас бесчинствует Атаман с другом Ему не дает покоя Его любимая папаха Представляете, какая досада Она пропала И покоя никому нет Достаньте ему папаху И я достану вам сало Здесь же в подвале я держу лишь прошлогодний товар Петушки на палочке Леденцы испереженного сада Мне кажется, пара леденцов Скрасит нам поиски папахи Это уже тебе было разговором Тогда по рукам По рукам Ну и где ты, Петька, собираешься Папаху эту доставать, а? Секрет Это с каких же пор Петро у тебя От своего командира секреты Были, миссия, а? Ты мне это дело брось Да я не это имел в виду, товарищ комдив Я хотел сказать, что обязательно достану Вот не быть мне Петькой Ну смотри Леденцы Это очень вкусно Вкуснее только сало Ну что, Петька, понравилось? Ну вот, а сначала не хотел Ой, чё это? А, ну теперь понятно Если есть гнездо, должна быть и птичка А раньше, наверное, не было Потому что Дормидоши боялась Ну-ну Ты смотри, а хорошо устроилась Папаху себе притащила Ну-ка, дай-ка мне её сюда Ого, какая агрессивная птичка Такой в глаз клюнуть, расплюнуть Надеюсь, Дормидоши подарок понравится Хотя я бы его лучше сам съем Послушай Дормидоши, Дормидоши Чего? А у тебя там в шалаше, между прочим, подарок лежит Ух ты, а какой? Леденец на палочке Прям как ты любишь Да ну, не верю Вы меня обманываете Мы с Василием Ивановичем никогда не врем Правда, товарищ комдив? Ну, это, как бы тебе сказать Истинная правда Всё равно не верю Вы это нарочно, чтобы я с поста ушёл Всё, я наложен Эх, Федька, Федька Обидел человека Дитя, можно сказать, обидел Я, Василий Иванович, не со зла Так получилось Послушай, Дормидоша Ты бы сходил, пообедал, что ли Не могу, мне пост бросать нельзя А мы с Василием Ивановичем покараулить, чтобы никто не вошёл Ай, хитренький Я уйду, а вы за забор пройдёте Нет, я так не играю Вот Петька дурак дураком, а умной раскусил твой замысел Да уж Да так, ничего Не в моих правилах провизию раздавать Послушай, Дормидоша Чего? А у тебя там в шалаше между... Ух ты, а какой? Леденец на палочке, прям как ты любишь Да ну, не верю Мы с Василием Ивановичем никогда не врём Ну, это... как? Всё равно не верю Вы это нарочно Эх, Петь Я Василий Иванович Леденцы, это, конечно, не сад И чего это, Петька, продукты? Я, Василий Иванович, знаю, что Дормидоша леденцы очень любит Вот я и подумал А что, если я ему леденец дам? А он тогда с поста уйдёт А ну, попробуй Дормидоша, ты, говорят, леденцы любишь? Ага Ну, тогда вот тебе от всей Красной Армии презент Держи Ух ты, здорово А ты нас за это с Василием Ивановичем за забор пропусти, ладно? Нет, мы так и договаривались Я не могу и не просить у меня приказ Ну вот, Петька, ничего у тебя не вышло Только зря харчи перевёл Ничего, Василий Иванович Если долго мучится, что-нибудь обязательно получится Послушай, Дормидоша Чего? А у тебя там в шалаше, между прочим, подарок лежит Ух ты, а какой? Леденец на палочке, прям как ты любишь Правда, что ли? Ой, ну тогда я побежал А как же пост? А я себя снимаю с поста Ну вот и славно И проход освободили Только обманул ты его зря, Петька Дитя он ищёл Это почему же я его обманул? Я его не обманул Я ему правда леденец в шалаш кинул Когда это? Да был дело Петька, ты что это сейчас сделал? Это же форменное воровство Я, Василий Иванович, для дела Да за такие дела Петро трибунал светит Это ты хоть понимаешь? Ну? Я тебя, Петька, на первый раз прощаю Но больше так никогда не делаю Ясно? Так точно Петька, ну куда ты руки тянешь? Не стыдно? Да я ж просто снять хотел Ведь высохло уже Кому надо, без тебя снимут Ну ладно Я ж помочь хотел Смотри, Василий Иванович Какой дом странный На валенок похож Интересно, там кто-нибудь живёт? А это мы сейчас, Петька, проверим Кто живой? А ну, на выход Да хворая я, ребятушки И встать-то с трудом могу А по что мне вам нужно? А я постирать что надо? Тебе, Петька, постирать ничего не надо? Да нет Нет, бабушка, ничего нам не надо Просто поговорить хотели? Не до разговора у меня сейчас, Пелок Ой, захмыралась Сил нет Бабка там живёт, Петька Больная Да это я уже и сам понял Нырнём, товарищ комдив? Ты ныряй, Петька, а я тут постою Одежду твою покараулю Ага, как же Знаю я тебя Я нырну, а ты с моей одеждой сбежишь А чего ты переживаешь? Одежки тут много Вон, на верёвке висит И размер твой Нет уж, спасибо Я уж как-нибудь в своей похожу Ну, как знаешь Вон вздыхает ты как, Петька А что болит-то у тебя, бабушка? Да всё болит, сынок Вот, голова болит Спина болит Ноги болят Ну, всё болит Так лечиться тебе надо, бабуля Да я рада, родимый Да ведь нечего Вот что, Петька Слушай мою команду Помочь надо старушке А то она там помрёт совсем Медикаменты ей нужны, товарищ комдив Без них не обойтись Медикаменты ей нужны, товарищ комдив Петька Субтитры сделал DimaTorzok Спросим Что случилось, отец? Горе, горе мне, несчастному, вся жизнь, вся жизнь Да что ж случилось? Умер, что ли, кто? Куже, ай, что же делать, что делать? Да объясни ты, наконец, что случилось? Я Глотов, Глотов, я, понимаете Да, Петька, это горе-то горе С такой фамилией Да при чем здесь фамилия? Самогон А самогон здесь при чем? Ой, да я вижу, вы ничего не знаете Я Глотов, на все село главный самогонщик За что почет имею и барыша А тут, ой, дело всей жизни рушится Замок видали? Какой-то снаряд, раз, и, ой Теперь не откроешь Скоро все взлетит на воздух Слышал, товарищ комдив? Сейчас это, взорвется тут все Может, пойдем? Погодь, Петька, ты о чем говоришь? Что на воздух-то взлетит? Дамбар, у меня там аппарат самогонный Если его не выключить, взорвется Давление же, эх, да что я Помогите, помогите, пожалуйста Просите все, что угодно, только помогите Ты, Глотов, лак и мироед По твоей вине все гадюкино спилось ко всем чертям И ты хочешь, чтоб мы тебе помогли? Ну, пожалуйста, не запросто же так прошу Два пуда золота, хотите? Мы с Василием Ивановичем не продаемся Правда, товарищ комдив? Петька, ну вот вечер ты встреваешь, когда не надо Два пуда золота, это тебе не хухры-мухры Такое богатство не должно находиться в руках кровопийца-мироеда Его надо срочно экспроприировать Давай свой золото, Глотов Мы с Петькой что-нибудь придумаем Видишь какие, сначала помогите, а потом же расплата будет Ладно, Глотов, будем думать Но и ты смотри, не обмани Да, у нас с Василием Ивановичем длинные руки Если обманешь, мы тебя из-под земли достанем О, цепь ничейная лежит, а раз ничейная, можно взять Можно подумать, Петька, что если бы она была чейная, ты бы ее не взял Тогда бы, Василий Иванович, я ее украл, а сейчас просто взял Разницу понимать надо Ох, Петька, Петька Может, здесь другой вход есть, Василий Иванович? Если бы он был, то Глотов бы тут не сидел сиднем А может, он забыл про него? Про такие вещи Петька не забывают, особенно когда аппарат вот-вот рванет А если через окошко влезть? Ой, не смеши меня, Петька, во-первых, там решетка А во-вторых, оно высоко Ну вот, ты же сам все прекрасно понимаешь Слышал я, Петька, что собаки к себе в конуру вещи всякие полезные тащат Ты бы слазил, проверил, может, и в этой что ценного есть? Да ты что, Василий Иванович, там же собака, а вдруг укусит? Кабы там была собака, Петька, она б тебя уж давно покусала Лезь не бойся, никого там нет А ты говорил, никого нет Эх, зверюка мне чуть руку не отхватила Ну, не отхватила же, а ты зря зверя не дразни Если тебе так надо, товарищ комдив, ты лезь, а у меня лишних рук нет Ты что, Петька, обиделся, что ли? Да ты не обижайся, я ж пошутил Ну что, придумали? Придумали, как замок открыт Ты, Глотов, коней-то не гони Как придумаем, скажем Так взорвется же! Не взорвется! Мы с Петькой в этих делах толк знаем Василий Иванович, а что, если этот замок взорвать? Да я уж думал об этом И, похоже, это единственный выход Да вот только взрывчатки у нас нет Так найти надо где-нибудь Где-нибудь Где это ты, Петька, видел, чтобы динамит где-нибудь валялся? Динамит прячут хорошо Просто так и не найдешь А что ж тогда делать? Не знаю, Петька Я знаю